Дочь по болезни может иметь детей, как ей об этом сказать? Ну, во-первых, у меня есть священский опыт, когда даже ни одной моей прихожанке говорили, что детей у вас быть не может, уже рассмышляете об усыновлении ребёнка, но вот человек молился, каялся в грехах своих, это необходимый момент, самый важный, потому что именно вследствие грехов у нас всякие болезни возникают и в теле, в том числе, не только в психике. И Господь даровал им, этой женщине, ребёнка даже, надо, не одного, а даже там и трёх, и больше. Поэтому надо человека не просто сказать, что у тебя всё детей не будет, ну, судя по всему, это какая-то диагноз, какого-то врача, если она не знает, да? То есть, это не такая вот, какая там после операции, когда человек понимает, что там что-то удалили, и уже невозможно иметь детей. Это какой диагноз? Диагноз – это не окончательно, если Бог есть. Поэтому надо верить, надо молиться, надо признаться в воле Божией. Конечно, бывает, что даже достаточно благочестивые пары, бороясь с грехом, не имеют детей. Бывает такое. Мы даже знаем из Священного Писания. Ну, зато у них когда-то там рождался потом уже в таком уже зрелом возрасте весьма ребёнок, которому мы сейчас молимся. Там, представляете, Богородица, креститель. Поэтому надо признаться в воле Божией. Господь для чего-то это попустил. Либо для покаяния, это всегда для покаяния, и для какого-то духовного совершенства. А если так, то Господь через это вам даст больше, чем было бы, если бы даже было бы по-другому. Бог не ошибается. Бог всегда, даже когда пускает какие-то скорби, они в каком-то счёте приводят к человеку больше радости, если он их по-христиански преодолевает. Преодолевая свои трудности и скорби в жизни по-христиански, с покаянием, с молитвой, с верой. Бога в предании воли Божией. То у тебя через какое-то время, потому что как Бог есть, возникает больше радости. Господь тебе дарует больше радости, чем даже если бы из-за тебя о скорби не было. Вот в таком ключе надо этой девушке сказать. Молодой женщине, девушке. Поэтому всё в руках Божьих. Всё в руках Божьих. Но ещё раз говорю, неоднократно у меня в практике физически было, когда уже, по-моему, говорим, что всё, у вас точно детей не будет, уже без вариантов. И вдруг потом и два, и три бывало. Но люди прямо слезами на глазах прокали, на исповеди каялись, и Господь их миловал. Вот этот диагноз, который у вашей дочери, возможно, есть, это ведь не просто так. Это чтобы человека отрезвить, человека мобилизовать, человека развернуть к правде, к любви. Человек, таким образом, развернувший через вот эту скорбь, он таким образом больше получит. Поэтому, конечно, сказать надо не как приговор, а как вот как раз тот момент, который человек как бы развернуло и направило на нужное русло, и в конечном счете он получит большую радость, чем имел до этого. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...